Здравствуйте, меня зовут Масленников Яна Владимировна, я врач-стоматолог. Сегодня поговорим с вами о ксеростомии. Слюна выполняет очень важные функции в полости рта, такие как пищеварительное, смачивание и размягчение пищи, расщепление полисахаридов, минерализующее, поддержание химического состава твердых тканей зуба, защитное, омывание, антибактериальная защита за счет лизоцима, иммуноглобулинов и лейкоцитов, защита слизистой от химических и механических повреждений, гемостатическая, регуляторная, поддержание гомеостаза полости рта за счет буферных систем, выделительная, выведение конечных продуктов азотистого обмена, метаболизма, лекарственных и токсичных веществ. Ксеростомия – это ощущение сухости во рту, связанное с уменьшением количества выделяемой слюны, изменением ее вязкости. Характерные симптомы ксеростомии – сухость во рту, изменение консистенции слюны, слюна густая и липкая, затруднение глотания и речи, покалывание и лежение во рту, гиперстезия зубов, повышенная чувствительность зубов на сладкое, кислое, холодное, высокая интенсивность кариеса, воспалительность заболевания десен, покраснение и отечность слизистой оболочки полости рта. Что может вызвать сухость во рту? Сухость во рту нередко является симптомом различных проблем в организме, она также может возникнуть с возрастом. Довольно часто это побочный эффект от лекарств. Самые распространенные лекарства, длительный прием которых может вызывать ксеростомию. Антигистаминные препараты – димедрол, кларитин, зертек, антидепрессанты, залов, клерексил и аминотрептилин, противорвотные препараты, которые назначают для предотвращения тошноты и рвоты при лучевой и химиотерапии, а также при морской болезни, например, анзимет, дом-передон, антигипертензивные средства, сальбутамол, энаф, нарваск, они принимаются за снижение кровного давления. Противопаркинсонические препараты. Препараты этой категории назначают для облегчения симптомов болезни Паркинсона и других форм паркинсонизма, например, леводопа, циклодол. Спазмолитические средства. Эти препараты используются для лечения и облегчения колик и спазмов желудка, тонкой толстой кишки, а также мочевого пузыря, например, ножка. Нейролептические препараты. Они принимаются при психических расстройствах, тревожности и депрессии, например, залов, лексарпро. Успокоительные средства. Препараты, которые вызывают седацию, уменьшение возбуждения и раздражительности, снимают тревожность, например, аметалл, валиум, люнеста. Степень выраженности ксеростомии зависит от дозировки и длительности приема данных лекарственных средств. Сухость во рту также может быть вызвана медицинскими процедурами, такими как лучевая терапия или операция на голове и шее. В некоторых случаях ксеростомия может быть прямым результатом заболевания, например, диабета, волчанки, синдрома Шеврена и закупорки свинных желез. Женщины, переживающие именопаузу, принимающие заместительную гормональную терапию, могут также страдать от сухости во рту. Какие проблемы вызывает ксеростомия? Слюна помогает расшеплять пищу во время пережевывания, что облегчает глотание. Некоторые люди обнаруживают, что у них возникают проблемы с глотанием, когда их слюноотделение нарушено. Слюна борется с бактериями, которые образуют зубной налет и вызывают кариес. Она нейтрализует выделяемую микробную кислоту, которая вызывает кариес зубов. Меньшее количество свинных улучшает восприятие вкуса пищи и затрудняет употребление сухих продуктов. Ксеростомия может повлиять на речь и повышает вероятность неприятного запаха изо рта. Лечение ксеростомии. Лечение направлено в первую очередь на выявление и устранение основного заболевания, вызывающего сухость во рту. Если причина сухости связана с заболеваниями свинных желез, проводится соответствующая терапия. В свою очередь имеются препараты, усиливающие солевацию. Например, М-холиномиметики, пилокарпин, прозерин, неостегмин, раствор калия юдида. Местно производится обработка слизистой витамином А, используется специальный спрей и гель для увлажнения слизистой оболочки полости рта, например, гипосалекс. Рекомендуется диета в виде исключения сухой, острой, соленой пищи. Рекомендуется частое обильное питье. Особое внимание следует уделять уходу за зубами. Необходимо часто проводить фторирование зубов, использовать зубные пасты, содержащие фтор, чистить зубы после каждого приема пищи, использовать неспиртовые ополаскиватели полости рта, нити для очистки нержзубных промежутков. Если вы принимаете много таблеток и ощущаете сухость во рту, проконсультируйтесь у стоматолога. Спасибо за внимание! До новых встреч!